Прокопий Петрович Липунов. Политический и военный деятель, думный дьяк и воевода Рязанской земли, потомок дворянского рода. Создатель и предводитель первого народного ополчения, сумевший объединить людей разных сословий и вероисповеданий под православным знаменем национально-освободительного движения. Во время государственной измены высшего руководства страны, он поднял с колен Русь истерзанную великой русской смутой. Смутное время началось со смертью Федора Ивановича, сына царя Ивана Грозного, которое прерывает династию Рюриковичей. Впервые цари начинают избираться, а не получать престол по наследству. Ситуацию усложнил Великий Голод, причиной которому был неурожай из-за сильных холодов. От голода и болезни гибнут около 120 тысяч человек, начинаются крестьянские восстания. Государство постепенно скатывается в хаос. Ведется жестокая борьба за престол со множеством претендентов. В этой борьбе принимают участие и самозванцы, Лжедмитрий I и II, получающие поддержку народа недовольного ситуацией в стране. Все это приводит к тому, что вся власть переходит к Боярской думе. Начинается непростой период, носящий название Семибоярщина. В 1610 году бояре избирают русским царем польского королевича Владислава IV, сына Сигизмунда III, и впускают в столицу польско-литовские войска. Такое решение Семибоярщина объяснила желанием защитить город от нападения войск Лжедмитрия II. В конце того же года Лжедмитрия II убивают, а вместо Владислава на московский престол решает взойти сам король Сигизмунд III. При этом он отказывался принять православие. Обязательное условие для избрания. Не стерпев бесчинств приехавших в Москву поляков, патриарх Гермоген призывает Русь восстать и сразиться с оккупантами. Рязань, под предводительством полкового воеводы Прокопия Липунова, первой откликается на призыв о помощи. В создании рязанского ополчения Прокопий выступал как одаренный переговорщик, сумевший привлечь на свою сторону бывших союзников Лжедмитрия I, князя Дмитрия Трубецкого и казачьего атамана Ивана Зарусского. Благодаря высокому авторитету рязанского воеводы, за два месяца было сформировано ополчение, насчитывающее тысячи человек разных религий и национальностей. Войдя в столицу под девизом «Вперед без страха и сумнения», народное ополчение освободило большую часть города, а другую часть взяло в осаду. В связи с отсутствием царя, по инициативе Липунова, создается документ Временного правительства, земский приговор 30 июня 1611 года, который фактически решал как управлять страной. Однако некоторые пункты этого документа не понравились беглым казакам, входившим в ополчение. 22 июля 1611 года Прокопий Липунов был обманом завлечен в казачий круг и там зарублен. Подтолкнула к этому и подложная грамота, подтверждающая мнимую измену воеводы. Бесценный опыт Прокопия Петровича послужил примером для второго ополчения, которое в конце 1612 года окончательно выбило поляков из Москвы. Спустя два года прах воеводы был доставлен в Троице Сергиеву Лавру, что говорит о высоком почитании предводителя первого народного ополчения.